Шлем, перчатки, нагрудник, защита горла обязательно. Каждый хоккеист должен быть экипирован не хуже богатыря. Этот вид спорта считается травмоопасным, поэтому к выбору защиты нужно относиться серьезно. Говоря об экипировке хоккеиста, мы здесь начинаем с термобелья, которое одевается для того, чтобы отводить влагу от тела. Дальше это защита паха, мы защищаем паху, это наши мальчики. И начинаем уже снизу, это щитки, которые защищают коленный сустав. Защищают коленный сустав, икру и голень игрока. Щитки бывают узкие и широкие. Первые массивнее, лучше защищают голеностоп, под них можно убрать язык конька. Узкие, не сковывая движения, позволяют совершать резкие маневры. Специальная хоккейная гамаша, которая помогает удерживать щиточек правильно, в правильном положении. Обычно они в цвета команды. Раковина для защиты паха, щитки гамаши. Пришел черед шортов. Это самый массивный элемент хоккейной экипировки. Защищают игрока от коленей и до середины спины. При покупке лучше мерить их в щитках и на груднике, чтобы не прогадать с размером. Самое главное – это хоккейный конечек. Хоккейный конечек должен быть обязательно жесткий. Удерживать голеностоп, чтобы ребенок правильно мог выполнять различные элементы техники катания. Если конек мягкий, это, конечно же, будет не очень хорошо. Шнурки на коньках тоже не для красоты. Затягивать их необходимо туго. Однако это порой не под силу будущим звездам льда. Хоккеист Арсений Зверев в этом признается честно. Да, правда, чуть нам помогает. Я завязывать не умею, шорты затягивать. Легкий, но надежный. Шлемы, как и щитки, бывают узкие и широкие. Давить на голову хоккеиста этот элемент экипировки не должен. Впрочем, как и болтаться на ней. До 18 лет лицо спортсмена должно быть обязательно защищено маской или решеткой. Дополнит образ хоккейный свитер. Остается только надеть краги, взять в руки клюшку и выйти на лед. Когда закончилась тренировка, мы приезжаем домой. Первым делом мы открываем баулу, несем шлем под душ, прям под хороший душ с пеной. Промываем это все, вытаскиваем коньки обязательно, оставляем туда сушки. Опять же таки, достаем шорты. Шорты просушиваем на батарее. Термобелье стираем каждый божий день. Снарядить юного спортсмена на тренировку или игру – отдельная наука, но родители ею давно овладели. Вопреки стереотипам, это не так дорого. Главный критерий один – качество, а не цена или известный бренд. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов. Телекомпания «Одинцова». Настоящим хоккеистам и мороз не помеха, чтобы на открытой коробке в ледовом бою выяснить, кто сильнее. Это и есть «Русская классика». На обновленном стадионе «Спартак» встретились Одинцовская армада и местная команда краснобелых. Сегодня мы начинаем серию игр в формате «Русская классика». Это матчи на свежем воздухе и, как всегда, с особенной атмосферой, с особенным драйвом. Для поднятия настроения – выступление фигуристов и церемония награждения тренеров и спортсменов, которые показали хорошие результаты. Впрочем, расслабиться с венегородским хоккеистом, как и болельщикам, не пришлось. Гости сразу же начали атаковать. Одинцовский коллектив более сыгранный, а нас, видно, еще ребята, стадион только мало годов умерли. Не успели потренироваться. Я думаю, через годик-два нас покажут хорошие результаты. «Порта чемпион! Порта чемпион! Давайте!» Группа поддержки у звенигородцев собралась немаленькая. Поболеть за любимую команду приходили целыми семьями. А чтобы жарко было не только на льду, работала полевая кухня. Чай там горячий. А пока вот только горячая каша. То ли сыгранность одинцовских хоккеистов сыграла свою роль, то ли просто в этот раз не повезло. «Армада» одержала победу над «Спартаком» с разгромным счетом 14-1. Впрочем, у звенигородцев еще будет возможность отыграться. Сезон русской классики только начался. Татьяна Верняковская, телекомпания «Денцова». Со спортом по жизни. Родился в Скоково. В 19 лет переехал в Москву. Дальше профессиональная карьера. Участие в спартакиадах, победы и тренерство. За время работы Виктор Кутюгин вырастил не одно поколение атлетов. А теперь вернулся в родные края, чтобы популяризировать лыжные гонки здесь. Третий год. Участники всех возрастов соревнуются в открытом первенстве, посвященном памяти главы сельского поселения Виктора Бабурина. Это уникальный, величайший человек был. Сумел столько всего сделать за счет своих мозгов, рук, памятники восстановить. Дело отца поддерживает и сын Александр. Продолжает советские спортивные традиции, когда по выходным на склонах катались целыми семьями. Стали заниматься многодетные дети и вместе с родителями. Я считаю, что это будущее направление российского спорта и общества в наше современное время, чтобы развивать именно семейный спорт. От 800 метров до 70 километров. На таких дистанциях есть где развернуться и показать свой спортивный характер. Михаил приехал на гонку за победой. К старту готовился серьезно. Специальная штука, чтобы нос не отмораживать, потому что у меня, не знаю, всегда отмораживается, когда вот такой холод, я одеваю или на щеки бываю, ну, чтобы не отмораживать. По итогам соревнований победители были награждены почетными грамотами и медалями. Карина Геряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Мишени в руках юных спортсменов. Один из самых любимых моментов на тренировке. Их раздают только после качественно выполненной разминки и инструктажа по технике безопасности. Воспитанники спортивной школы «Одинцова» осваивают один из древнейших видов спорта – стрельбу из лука. Со стороны может показаться очень статичным, и то, что не нужно много сил на него тратить. Но на самом деле это не так, потому что задействуется очень большое количество мышц и спины, и ног, и рук. И поэтому нужна большая физическая подготовка для того, чтобы добиваться каких-то успехов. Тишина для лучшей концентрации. Спортсмены удерживают лук на время. На первый взгляд кажется, ничего сложного. Однако вес классического лука достигает 10 килограммов, а его натяжение – около 20 фунтов. Лук удерживает почти две минуты. У Владислава Голованова есть свои личные рекорды. Устройство орудия изучил детально. Сейчас работает над меткостью. Я был на первых своих соревнованиях и получил хорошие баллы – 168. Чтобы получить высокие баллы, нужна хорошая техника. Изготовка или правильное положение тела относительно линии стрельбы. Захват, натяжение лука, прицеливание, выпуск стрелы, управление дыханием. Этот вид спорта состоит из одних нюансов. Спокойствие духа и достаточное количество сил. То есть, если ты спокоен, уверен в том, что ты делаешь, на выстрел ты тратишь 3 секунды. Но не только о технике и правильного настроя зависит результат. Лук должен быть хорошо подготовлен. В этом виде спорта их два – классический и блочный. У меня в руках сейчас классический лук. В основном он состоит из трех деталей. Это рукоятка, за которой мы держимся. Плечи сверху и снизу. Которая натягивает нам тетиву, которая совмещает все эти три элемента. Екатерина Бондаренко устанавливает стрелу на тетиву. В стрельбе она уже 4 года. У нее второй взрослый разряд. Недавно перешла с классического лука на блочный. Может из-за возраста перейти на блочный лук. А также может быть просто из-за того, что человеку больше подходит этот лук. Либо еще что-нибудь. Вот я, допустим, тоже перешла из-за того, что мне больше подходит. И в нем различия между ними. То, что классический более... То есть сначала он более легенький, а потом начинает тяжелее и тяжелее. А у блочного наоборот. Он сначала тяжелый, а потом легче становится. По словам тренера Полины Гусаровой, стрельба из лука – это игра разума. Требует высокой концентрации внимания на протяжении долгого времени. Соревнования могут длиться 3-4 часа. Очень много разновидностей у нас в спорте. То есть это как и личный вид спорта, и командный вид спорта. Также парный. Поэтому, да, он очень энергозатратный на самом деле. И вот именно как-то выдержать это все в голове, все время держать себя в фокусе. Воспитанники спортивной школы Одинцова выезжают на турниры регулярно, чтобы у каждого была возможность получить соревновательный опыт и повысить свой уровень. А домой нередко возвращаются еще и с наградами. Дмитрий Потапкин, Татьяна Верняковская, Олег Мещерский. Телекомпания «Одинцово». 9 утра, на улице минус 20. Но низкими температурами одинцовских любителей бега точно не напугаешь. Главное – размяться как следует, и 5 километров дадутся легко. А начиналось все в 2018 году с дружеской пробежки. Первый раз свои силы Андрей испытал на арбузном кроссе. Было непросто, поэтому решил улучшать навыки. За 5 лет собрал единомышленников, как профессионалов, так и любителей. В будние дни мы бегаем на центральном стадионе, а вообще стараемся менять локации. Вот с этого года мы внесли новые изменения в наших пробежках. Мы устраиваем беговые экскурсии по Подмосковью, чтобы узнать новые исторические места. Провести утро выходного дня дома точно не про Сергея. Увлекается бегом с детства. С каждым разом увеличивает дистанцию, чтобы повышать свой уровень. Такое классное переключение с рабочих будней на свободные, спокойные выходные. Зимой в воздухе на 30% больше кислорода, чем летом. А это значит, дышать во время бега будет легче. От объемной одежды лучше отказаться. Выбор стоит сделать в пользу термобелья и легких ветровок. Удобные кроссовки, перчатки, шапка, баф, повязка вместо шарфа и вперед на пробежку. Тот человек, которым я прихожу на пробежку, это один человек. Человек, который уходит с этой пробежки, это совершенно другой человек. То есть эмоционально заряжаешься буквально на всю неделю. Я не делаю утренние пробежки, потому что у меня рано начинается рабочий день. Я в 7.30 уже на работе. Но каждый вечер я уже бегаю. Бегаю как минимум 10 километров. Беговые встречи проходят не только по субботам на Лазутинке, но и в будни по вечерам. Кстати, присоединиться может любой желающий. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.